Бытовые чистящие средства могут быть опасными, отравляя сотню тысяч детей в США в отделении неотложной помощи. И продуктом, наиболее часто связанным с травмой, была хлорка, которая может быть токсичной даже при использовании ее по назначению. Мы знаем, что астматики, работающие с чистящими средствами изо дня в день, могут страдать неблагоприятными респираторными эффектами, ухудшением симптомов, снижением функций легких, воспалением дыхательных путей. Но могут пострадать даже уборщики без астмы. Даже ниже так называемых приемлемых уровней воздействия уборщики с или без болезни дыхательных путей могут страдать существенным снижением функции легких. Ладно, но эти люди, которые зарабатывают чистя. Хотя нам было известно, что профессиональное использование хлорки может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье органов дыхания. Но до сих пор было неизвестно, может ли обычное, домашнее использование хлорки в быту подвергнуть риску легкие. Использование хлорки было значительно связано с почти в пять раз большими шансами неаллергической атаки астмы у взрослых, а также продолжительными симптомами нижних дыхательных путей, таких как хронический кашель. Хлорка – это сильный прооксидант, который может приводить к оттеку легких впоследствии проникновения аллергенов. Это явление астмы вызвано чистящими продуктами, известно десятилетиями. Более три четверти из десятков исследований населения, изучающих это, обнаружили повышенный риск возникновения астмы или носовых воспалений. В идеале должны быть доступны более безопасные чистящие средства. К сожалению, эта совокупность доказательств в значительной степени игнорируется производителями и коммерческими компаниями клининга. И большинство работников, подверженных риску – женщины. На самом деле это может помочь объяснить некоторые половые различия в астме. Относительно высокая частота использования отбеливания для домашней уборки женщинами во всем мире, вместе с крепкой связью между использованием отбеливателя и неаллергической астмой подчеркивает необходимость пересмотра использования отбеливателя для чистки. Существуют натуральные, экологически чистые, чистящие продукты, которые могут предложить более безопасную альтернативу. Возможно, безопаснее, но эффективны ли они? Мы не знали до сих пор эффективность трех домашних продуктов при очистке и дезинфекции. Стафилококус ауреус – бактерии, вызывающие инфекции стафилокока. На поверхностях домашней среды. Первый отчет о действии предположительно более безопасных альтернатив. В домашней обстановке некоторые люди будут выбирать обычные продукты, такие как отбеливатель – этот запах, который ассоциируется с чистотой. Другие ищут менее опасные и экологически предпочтительные. Зеленые, органические или натуральные дезинфицирующие средства, которые вы можете купить или сделать сами. Так называемые «рецепты сделай сам», которые обычно включают такие ингредиенты, как уксус, сода и растительные эфирные масла, такие как масло чайного дерева, которое ценно за его антимикробные качества. Итак, исследователи поставили соревноваться отбеливатель «Клоракс» с натуральным дезинфицирующим средством на основе «Тимола», который добывается из эфирного масла «Тимьяна», с рецептом половина содового напитка, половина белого уксуса и несколькими каплями масла чайного дерева. Вероятно, вы можете купить отбеливатель примерно за 3 доллара, натуральное средство – примерно за 7 долларов, а сочетание рецепта обойдется менее доллара. Да, но работает ли оно? На бутылке говорится, что отбеливатель может убить 99,9% микробов, что является стандартом AOOC, для дезинфекции поверхности, которые не соприкасаются с пищевыми продуктами, как раковина в ванной или что-то в этом роде. Они утверждают 99,9% микробов, но при тестировании отбеливатель фактически убил 99,9% микробов, полностью уничтожая бактерии, якули и стафилокока, что даже превышает стандарт AOOC для поверхностей, соприкасающимися с пищевыми продуктами, как, например, кухонный прилавок. Дорогой натуральный очиститель сработал так же хорошо, как и отбеливатель, но смесь содовой, уксуса и масла чайного дерева с треском провалилась, позволяя целым нескольким процентам букашек стафилокока процветать. Но, может быть, они не использовали достаточное количество масла чайного дерева, добавляя только каплю в чашку. С точки зрения производительности, экологически предпочтительный продукт является эффективной альтернативой традиционному отбеливателю. Я бы сказал, даже еще лучше. Поскольку отбеливатель хорошо известен как дыхательный раздражитель, он является коррозионным и даже может повредить поверхности. Но меня бы заинтересовало больше тестирование эффективного, дешевого раствора тимьяна сделай сам.